Всем привет, ребята! Меня зовут Полина Егорова, и я очень надеюсь, что вы ещё не забыли. Сегодня влог, но не просто влог. Сегодня я ещё буду рассказывать про свою жизнь, про всё то, что я пережила. Я думаю, что стоит подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я расскажу вам немножечко про школу, про каждую свою жизнь, про питание. Да, да, да. Я села на правильное питание, правда, второй день, но ничего. Это моя самая сильная слабость. Ну что ж, начнём со школы. Школа всегда была, значит, самым интересным моментом моей жизни на данном этапе, потому что всё время так что-то происходит. Ну не может быть всё спокойно, в принципе, спокойно. Жизнь мне даже и не нравится. Полин, ты понимаешь, что ты зазналась? Полин, почему ты добавила меня в чёрный список, Полин? Полин, ну почему? Вот ты так учишься, Полин. Ты сама написала смс-сайки на 5 часов, сними, пожалуйста. Полин, Полин, почему? Многие, я думаю, знают, что я выпускной класс, 9-й, и в этом году буду сдавать экзамен. Тот экзамен, которого я боялась, наверное, больше всего, возможно, потому что он был ближе всего, это услу русский, который я, слава богу, сдала. Да, я сама, честно, я не верю. Я не верила в это до последнего, то что я вообще могу его сдать, и сдала на 18 баллов. Так, молодец, я молодец. С 18 баллов начинается пятёрка, просто офигенно. Вообще, насколько я знаю, школа была заинтересована, чтобы все сдали, но в другой школе у меня знакомые, там, из класса не сдали 3 человека. Это вообще че-че-че. Пятый класс, не знаю, как одиннадцатый, вообще, без понятия, не следу за этим. Я в задних контрольных работах по русскому математике. И, собственно, и одну контрольную, одну контрольную по украине буду сдавать по общаге, естественно. А хотя бы можно вот что-нибудь из жизни-то узнать, потому что жизнь у меня довольно интересная. Многие ситуации уже происходили, можно что-нибудь написать. Да, говорить это не говорить, но да, я решила говорить. Собственно, учительница по биологии. Я знаю, что меня будут смотреть в учителя, я знаю, что ей об этом скажут. Ну, знаешь, что мне сказали на уроке, что нужно учить зоологию, чтобы вот сидеть так вот перед камерой. Так вот, я решила это совмещать. Я нашла вот такую клёвую книжку. Хочу всё знать. Здесь есть всё. И животные, и вот эта вся зоология, и строение человека, и Марс, и всякие планеты, и города, и так далее. То есть я буду всё, всё вот здесь вот изучать. Вот тут про деревья есть, да, вот интересно, правда? Тут даже на обложке сзади скелет лежит. Так что вы не переживайте, я решила, что все свои пробелы в биологии я заполню. Обязательно всё выучу. Потому что времени у меня, конечно, мало, но всё свободное время я буду уделять биологии. И вообще, собственно, по знанию этого мира, по знанию этой жизни. Интересно. Совмещаем, девочки. Совмещаем приятное с полезным. Собственно, как я дожила вообще до правильного питания? Человек, который питался, в принципе, чипсами с газировкой. Меня не устраивают. Мои ноги вообще, в принципе. Почему? Ну, потому что, ну, вот так вот получилось. У Полина хватит есть сладкое. Я даже нашла бесплатный марафон от Насты Суон. Многие её знают. Камская блогерка, точнее, она из России переехала в Америку. И вот у неё бесплатный 5-дневный марафон. Без сладкого. 5 дней. Это, конечно, тяжело. Но я привыкаю. В общем, мне надо сегодня делать уроки. Все уроки на неделю, которые я знаю. Почему? Потому что на неделе мне их просто делать лень. Если честно, то я просто нереально уже скучала, потому что бы начать снимать. Потому что, ну, те, кто вот мои друзья у меня в Инстаграме, на меня подписаны, у меня каждый день по миллион историй. Потому что я не могу без камеры. Я не могу. Это всё сфоткать. У меня всё находится в телефоне. У меня камеру. Все мои друзья почему-то, я не знаю. Они так вот боятся постоянно попадать как-то в камеру, как-то светиться перед ней и попадать ко мне в историю. Это же... Я не так... Всё, удали, удали. Я на тебя пишу. Я стесняюсь. Все. Все мои друзья. Я сама купила себе книгу. Мне кажется, её многие знают здесь. Несы. Восточная мудрость, которая гласит. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям тебе двигаться вперёд. Потому что, ну, надо мотивировать себя как-то, собственно, на учёбу, на жизнь дальнейшую. Вот так. Думаю, что вот этой вот стопочке учеников и тетрадочек мне для начала хватит на сегодня сделать, выучить вот тут русский, геометрия, химия, литература, сочинения. Да, я очень люблю литературу, да. Нет, ты как бы... Я буду жить. Меня у меня, меня дают юрид. Ладно. Физика, 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 физика. Историю выучил, крипло-крипостное право, реформы. Алгебра. Начнём с алгебра, кстати. Почему и нет. Прикольный предмет, в принципе, считать, писать. Я, в общем-то, уже поехала в стоматологию, и мне очень страшно, потому что в детстве, когда мне лит через зубы, это был один из моих самых больших страхов. Ну, после пауков, естественно. Поэтому мне очень страшно, и я не знаю, что мне с моими зубами. Да? Господи, вылечили мне зуб передний. Честно, как очень страшно было, я так боюсь, что свернули. Это что я ещё хотела сказать? Сейчас уже, правда, четверг, начинала я видео снимать в своту, но я уже просто нереально устала учиться. Это невынозимо, я... Боже, я так хочу закончить девятый класс. Господи, дай мне сил. Реально. Вторник — это вообще самый тяжёлый день, потому что я прихожу от репетиторов. Пол восьмого. Короче, я сажусь делать уроки. Открываю телефон, смотрю, что нам задали. Задали нам на среду физику, химию, алгебру, геометрию, литературу русский. Причём литература не всё так просто. Литература нам зовёт дофигища, дофига. Литература нам зовёт больше, чем все остальные предметы вместе. Физика тоже достаточно немало, надо всё учить. Это просто невыносимо. Ещё в апреле, конечно же, у нас защита проектов. Проект на работа. Тоже типа допуск к экзаменам. Ребята, когда жить-то? Экзамены мы сдадим ещё до лета. На самом деле, я бы их лучше летом сдавала. Можно и так, можно... А чё бы и нет, я считаю. Могу сосредоточить. Торбиновую кислоту подвести. Я в учё. Всё. Я буду знать всё. Буду знать больше, чем все наши учителя вместе взятые. Кстати, совет. Если вы видите витаминки С, когда вы их рассасываете, они становятся кислыми. Очень. Когда вы сразу жуёте, они становятся такие вкусные. Кислота вообще не чувствуется. Вот так. Ну да, я сижу, снимаю видео, ем витаминки. Жизнь в клави, девочки. Мальчики. По поводу прорального питания, на которое я пытаюсь сесть уже которую неделю, который год, в которую жизнь. Но, в принципе, потихонечку-то, я пытаюсь избавиться от сладкого, в принципе, в своём рационе. Нет, конечно, от сладкого, в принципе, отказываться нельзя, потому что это всё-таки углеводы, быстрые углеводы нам нужны для энергии. Но я уже пытаюсь не обедать круассанами. Быстрые углеводы, они в крови выводятся достаточно быстро, по-моему, а сложные углеводы, они как бы подольше остаются в крови, и тем дольше ты чувствуешь сытость. Я белую, в принципе, это знаю, что надо, это правильно. Там из марафонов всяких, конечно, инстаграмских, но не важно. В принципе, можно заменить сладкое какими-либо фруктами, яблоками, бананами, апельсинами, бандаринами. Их переставать есть нельзя. Да, там тоже много сахара, это тоже быстрые углеводы, но в них много витаминов. Это, в принципе, достаточно полезная замена обычному сахару, обычным быстрым углеводам, которые, в принципе, нам ничего не дают. Либо ещё можно пить йогурты сейчас, по типу вот, вот таких вот. Я пью биобаланс, ну, как бы, вот. Самый топовый, мне кажется, вкусный. Ну, вообще, все, да. Биобаланс покупаем, очень клёвый, очень достаточно неплохой по составу. Описано меньше сахара, плюс всего 1% жира. Есть такая тема, что у меня очень много одноклассников, девочек особенно, просто перестали кушать. В принципе, то есть не могут позавтракать и больше не есть ничего весь день. Только максимум съесть 1-2 яблочка. Мне лично подруга, которая сидит со мной за парт и так делает. Но, блин, это же, это просто, это же ужасно. Потому что метаболизм, короче, ухудшается очень сильно. И, соответственно, вы не похудеете. Так нельзя делать. Лучше есть по 3 раза в день в не таких больших количествах и получать достаточное количество грибков, жиров и углеводов. Потому что это очень важно, особенно растущему организму. Просто не удивляясь себя вообще. Ну, а, собственно, если вам понравилось это видео, то, конечно же, конечно же, обязательно мы ставим лайк, подписываемся на мой канал. И всем пока. До новых встреч.